Мастерство юных вокалистов поражает. Дети серьезно подготовлены к конкурсу. С каждым следующим номером жюри все сложнее выбрать лучшего из лучших. Уровень мастерства и качества исполнения у ребят однозначно с каждым годом все больше и больше растет. Это похвально для руководителей прежде всего, это большой плюс, ну и для самих ребят в том числе. Для меня просто музыка это такое неимоверное ощущение. Я когда выхожу на сцену, мне сначала страшно, но это наоборот хорошо, потому что потом можно выплеснуть много больше эмоций. И я себя чувствую, это просто неописуемые эмоции. В этом году организаторы ввели новое правило. Теперь участники приезжают строго к своему выступлению. Это позволяет сократить время ожидания выхода на сцену и не создавать толпы в гримёрках. Так участники меньше волнуются и нервничают. Они спокойно приезжают, распеваются и выходят. Нет волнения. Волнения, наверное, все-таки есть, но чисто вот у них. А волнение ожидания снято. Более 250 номеров. Количество участников выше в несколько раз. Ребята выступают в разных номинациях. Хоры, ансамбли, дуэты, сольное исполнение. Ансамблевая работа, она очень сложная. Тут, конечно, удивить прям настолько, чтобы мы прям все шокированы были, что такое впервые в жизни видим, нет, наверное, нет. Достаточно просто хорошего исполнения, многоголосья, если мы говорим про ансамбль. А солисты, бывает, удивляют. И причём не важно в каком жанре. И в эстраде бывают, и в народном, и в академическом пении. По итогам двух туров будут названы победители. Те, кто в скором времени представит наш район на областном конкурсе «Юные таланты Московии». Кстати, лауреаты этого фестиваля традиционно становятся стипендиатами губернатора Подмосковья. Мария Шманкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.